Илья Олейников Да, Марик Ты считаешь, что артист моего уровня Должен жить вот в таком вот номере? Нет, я так не считаю Конечно нет Ну хотя ты понимаешь Конечно не должен В этом номере когда-то еще до ремонта Останавливались такие певцы, как Лемешев, Козловский Нет, артист вашего уровня Не должен жить в таком номере Но номера похуже в этой гостинице Просто не было, извините Послушай, ты Презеренный собиратель казначейских билетов Отправляйся продавать билеты на мой концерт Народ должен увидеть своего любимого певца Конечно, народ должен увидеть Должен увидеть Именно о таких певцах народ и говорит Что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать Не дай бог Ай-я Городок по билетам Не надо разбрасываться концертной обувью Она же повседневная Но ты спросил в кассе Как там билеты Продаются? Ну что ты молчишь? Они сказали, что продаются Шоу, слава богу Билеты продаются Но не покупаются Мужчина Я вижу, вы интересуетесь Практически полный контакт с публикой Решайте быстрее Шоу вот-вот начнется Полтора часа Ну ладно Вот, пятьсот Вот билет Спасибо А идти туда? Куда? Ну на шоу А идти никуда не надо Шоу начнется здесь И сейчас Прекратите не велика Мужчина Прекратите эту вершину Нет Шоу не продлится Полтора часа И не минуты Я не хочу на это смотреть Куда же вы, куда? Сколько стоит плацкарта, да кинешь Я забыл Там хорошие площадки Юрьевец плюс Рядом, я знаю Знаешь Я только неделю с тобой работаю А мне уже кажется, что всю жизнь Спасибо А знаешь почему? Потому что ты у меня уже вот где Вот Лемеш и Козловский Они вот здесь Разведомили о каких-то там паршивых билетах А почему я должен думать? А что я могу сделать? Если этот ваш жанр Этот, как его Этот, как вы называете Камерный вокал, да? Да Он не очень сейчас популярный Вы будете удивляться Значит так Вот тебе фломастер Зачем? И бегом по городу Что я буду делать? На каждой моей афише После слов Арии из опер Романсы Камерная классика Поставишь тюремный шансон Как это? Как это? Хотя, слушайте Слушайте, это мысль Тюремный шансон Это же и есть Камерная классика, да? Конечно Как хорошо, что я на твой чум наткнулся Хорошо у тебя тут Хозяин Тепло Да У меня тут Очень хорошо И очень тепло А в тундре холодно? А там холодно Тундра очень холодная Очень холодно Тундра холодная Комфортно у меня Да Да Никак не согреюсь Там такой мороз А, мороз Интересно Сколько там градусов? Интересно, да? Да А я не знаю У Чукся Раньше термометра был Ртутный, однако И что? Замерз нахрен Однако Я послал жена Райцентр Магазина Другой термометра Покупать Жена купил Спиртовой, однако Правильно И что? И спиртовой Замерз нахрен Холодно очень Да, холодно А я слышал Райцентра Цифровой термометра Завезли Ого Диджиталь Однако И послал Жену Райцентр Магазина За термометром Правильно И что? И жена Замерз нахрен Холодно Учили холодно Плохо без жены Да? Очень плохо Плохо, однако Без жены Очень плохо Некого теперь В райцентра За термометр И послать Это была песня Про термометра О, наконец Слушайте Плохая новость Обеда не будет Хорошая новость Обед плавно Перетекает в ужин Я договорился А про мою безопасность Ты не забыл? Если мои фанатки Прорвутся сюда Это Ты вообще Представить себе Не можешь На что они способны От них не вырвешься Это объятия Это Это поцелуи Это Страшнее Того ничего нету Какие фанатки? Где вы видели Фанаток ваших романцев? Если у вас есть фанатки То им уже Наверное лет за 80 Ну так вот именно Поэтому я и говорю Если они прорвутся Страшнее этого Ничего нет Уж я-то знаю Что говорю Вот и все Нет Пропуск уже не нужен У нас Новая Интеллектуальная система Идентификации личности Новый начальник отдела безопасности Приказал Срочно Ввести А я знаю Такой Симпатичный Такой мужчин Хорошенький Василий Петрович Очень Очень строгий Так что Заглядите вот В тот глазок Сюда? Да, сюда А Я знаю Это типа Идентификация По радужной оболочке Глаза Я знаю Интересно У меня только вопросик А почему этот глазочек Так низко установлен Неудобно же Понимаете Радужная оболочка Вообще-то Глаза здесь Ни при чем Как? А как же Происходит Эта сама Идентификация Ну Вы Заглядываете в глазок Нагибаетесь Да? Угу Ну вот Заглядите еще разочек О А вон там Стоит камера Ну В общем Ваша личность Определяется По Ну как бы это Помягче сказать Ну В общем Сзади Вот Что Я же говорю У Василия Петровича Свой взгляд На безопасность Странный какой Мужчина Что он Не может Как-то иначе С женщинами Знакомиться Очень странно Ой Приветики Я Аленка А тебя Как зовут? Вася Вы говорите Василий Петрович Очень строгий А для меня Он просто Вася Я ему Наверное Сразу понравилась Я встретил вас И все Былое В отжившем сердце Ну что там С билетами Представляете Вот этого Вот этого Что после концерта Народ за вами побежит И не дай бог Догонит А я рядом Кино Кино Так что Я стал свидетелем Чудовищ Вызвал инспектора Леса Приехал Внезапно почувствовал Себя Этот лес Плохо И тут же уехал Лес А что с ним? Он же здоровый Я не знаю Да Судя по большому Бурому пятну Появившемуся у него Сзади на штанах У него Сильнейшее нервное Расстройство А что за улики Вы привезли? Вот Улики Во-первых Номер Кэба Который Сбил старушку Ах Успели заметить Отлично Ватсин Благодарю Учитель Во-вторых Справка Справочка О том Кто является Хозяином Кэба Который Сбил старушку Ну и показания Всех свидетелей Естественно Великолепно Мой друг И наконец Быстрый Подплет Того Кто управлял Кэбом Который Сбил старушку Сделанный художником Который Случайно Оказался На перекрестке Даже так? Молодчина Ватсон Такого набора Улик Я давно не видел Подограрю Холмс И вы знаете До кого похож Человек Который Сбил Старушку До начальника Лондонской Расскажите Запутанное Дело Ватсон Бериет парус одинокий Ты что Марик Тебе что Тоже надо отдохнуть Перед концертом? Да За что я тебе Деньги плачу? Давай думай Как билеты продать Господи Ведь я заслуженный Артист А всю жизнь Завишу от Каких-то Чёртовых Билетов Извините Встал Ну и что там У меня дальше? Ты договорился? Куда потом едем? Кажется я договорился Про замечательный Гастрольный тур По Золотому кольцу России О Неплохо Ярославль Владимир Кострова Нет Это Золотое кольцо Для туристов А для артистов Золотое кольцо Это Сарапу Невьянск И Лысьва Ну конечно Не для всех артистов А только для таких Заслуженных Как вы О Побежал Жизнь Замечательных Людей В КПСС Периодически Обменивали Старые Портбилеты На новые Причём Без доплаты При последнем Обмене Билет номер один Как всегда Был выписан Ленину А билет номер два Брежневу Так Номер шесть Пирша Арвид Янович Шо такое? Ага Где я? Куда я попал? Шоу по коридору Вспоминал молодость И в ходе Нахлынувших На меня Воспоминаний Видимо Ошибся дверью Здравствуйте Дорогой Леонид Ильич Леонид Ильич Это я Точно Да О А вы Кто такой? И шо вы здесь Делаете? Я Бибиков Сергей Иванович Помните? Вот Выписываю Партийные билеты Нового образца Билеты Да Ну хорошо Билет номер два Да Номер два Это как раз Вам Леонид Ильич Брежнев Леонид Ильич Ну это Простой вопрос Могу отвечать Без подготовки Сразу Брежнев Леонид Ильич Родился В простой Рабочей семье В тысяча девятьсот В тысяча точно В девятьсот В девятьсот Леонид Ильич Что-то не поперло Сергей Иванович А можно я Возьму другой билетик Попробую Я учил Я готовился Честное слово Сергей Иванович Ну хорошо Берите Билет номер один Ульянов Ленин в скобках Владимир Ильич Ну это просто Ленин в горках Знаю Ленина в Шушенском А тут в скобках Он же Сергей Иванович Пожалуйста Я готовился Можно я еще один билетик Попробую Я вас Умоляю Сергей Иванович Сергей Иванович Сергей Иванович Еще одна попытка Умоляю Дорогой мой человек Умоляю вас Сергей Иванович Я готовился Где я О господи Все Все Стоп Все Неужели еще билеты продал Нет Ни одного билета не продано Вообще Ни одного билета Концерт отменяется Зачем нам этот концерт Я вам нашел Другую работу На сегодня Такую работу Мы заработаем В два раза больше Чем на этом концерте Так На похоронах Я больше не выступаю Никогда в жизни Я всех этих ритуальных услуг Просто не переношел Какие Слышите Я не хочу ничего В чем тут похороны Это корпоратив Корпоративчик Надо выступить На одной фирме Там только надо Надо подготовить Какой-то специальный номер Ну Про их работу И там Чтобы им для рекламы осталось Да Да Ну это запросто Это я с удовольствием Мигом сочиню Конечно А чем занимается фирма? Ну Что там фирма Фирма занимается Зачем? Ну Ритуальными услугами Что такое? Будешь петь? Извините Реклама Дорогие дамы Если вдруг весной Вы захотите погулять по парку То у вас всегда в сумочке Должна быть защита Ой, простите Это защита из другой рекламы Если к вам подойдет мужчина И вы захотите произвести на него впечатление Электрошокер 2000 вольт И любой мужчина будет от вас просто в шоке Всегда в шоке и всегда у ваших ног А если вдруг К вам подойдет Красивный Препрасивный Бандит Дезодорант От бандитов И к вам за три километра Никто не подойдет Ведь вы этого достойны Колечка, время, время Корпоратив, пожалуйста О, знают все Господа И все дамы Что не вечно на свете Живут И в итоге Без всякой рекламы Все ногами Вперед К вам придут Это плохо Очень плохо Потому что это солидные люди Это фирма Тут классика Нужна Колечка Классика Для солидных людей Пожалуйста Здравствуй, моя фирма Очень дорогая На тот свет Ты всем продашь билет Всех твоих клиентов Всех твоих клиентов И даже конкурентов Ты в гробу видала много лет Красавчик Заслуженный артист Есть номер Есть Какая прелесть Какая прелесть Такое вино Надо пить долго Маленькими глоточками Я извиняюсь Пожалуйста Правильно говорят Что у вина может быть Не только вкус Но и настроение Прошу прощения Да ради бога А какой тонкий аромат С какими-то Необычными нотками Тысячу извинений Почему вы все время Извиняетесь Я же понимаю Что вам надо работать Почему Говорите хозяину правду Ну я же вижу Что вы завтракаете А я По дороге сюда Как бы это сказать Ну вступил А времени нет Ботинки помыть Еще раз Ради бога извините Ну а так всегда Как только узнаешь правду Сразу пропадает настроение Городок под настроение Слушайте Не надо ли как-то потише Такое чудесное утро У меня прекрасное настроение Можно же сказать философское Хорошо Ну как это потише Нам работать надо Кому-то нам А кстати Где ваш тапарный Что-то я его не вижу Он отпросился Он сегодня Нормального качества Дать не может Брак у него идет Почему Ну Как Почему Вот вам Хорошо Сегодня утром Извиняюсь А ему было хорошо Вчера вечером Не понимаете Ну Если по-философски То у него Вчерашнее количество Перешло В сегодняшнее качество Здравствуйте Простите Простите вы кому Дон Скажите Вы Кузьма Кузьмич Недотыкин Я Нашли Нашли Все таки нашли А в чем собственно дело Дорогой Дорогой Кузьма Кузьмич Позвольте Поздравить вас С днем рождения Аплодисменты Пожалуйста Мы вам желаем Что Ну Подождите Какой день рождения У меня день рождения Через полгода Не скажите Кузьма Кузьмич Вот Вы сегодня Поставили свой автомобиль Во дворе Я А там же стройка А я крановщик И мы вот С Мишей Плиту Майновали На железобетонную И вот Плита прямо На вашу машину Шмяк Все Машина в лепешку Вот рябинский А если бы В этом автомобиле сидели Что было бы Кузьма Кузьмич Так что Именно сегодня У вас день рождения Не это Это большое счастье Это Это огромное счастье Подождите А что с машиной Сейчас не об этом Какая там машина Дорогой Кузьма Кузьмич Вера Вера Майна 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 Хэппи бёзды Ту ю Хэппи бёзды Ту ю Хэппи бёздэй Дорогой Кузьма Кузьмич Хэппи бёздэй Ту ю И вот Пожалуйста От нас Корица На вечную память И где Ну приглашайте Кузьма Кузьмич Корица Не красна Изба углами А красна гостями Заходите Тебя-то шоу Ух ты где Направо да Я извиняюсь Как все таки хорошо Когда человек Близок к природе Вы не находите Нет еще Ищу пока Что ищете Шуруп Шуруп у меня упал Извините А про что вы спрашивали Я о природе А Вот для чего природа Нужна человеку Как вы думаете Ну так это Смотря какому человеку Вам например На дрова Или вот На доске для того сортира Да Какая Примитивная философия Природа Нужна человеку Для настроения А здесь она Кругом Вот даже стоишь Как вы говорите В сортире И видишь оттуда Березовую рощу Ну да Или Стоишь В березовой роще И видишь оттуда Ваш сатир Диалектика Что такое Все со мной Все Со мной Все Борис Анатольевич Вы где Это просто Хулиганство Какое Это бандитизм Какой-то Я пойду В милицию Можно я пока сяду Садитесь конечно Я прошу вас Как директора школы Примите Хоть какие Это меры Пожалуйста Что случилось Дмитрий Макарович Кошмар Ученик Поднял руку На учителя Поднял Ну так вырвите Его родителей Про песочные Как-то припугните Я вызывал его родителей И что Вызывал А его папаша Считает Что ребенок Не виноват А кто виноват Тогда кто виноват Он сказал Что во всем виновата Тлетворное влияние Запада Особенно Америка Садистские Компьютерные игры Приходящие к нам Из Америки Голливудские фильмы Культивирующие Только насилие Это дикая Американская музыка Что за бред Причем здесь Америка Как фамилия Его отца Ретров Мало того Что у него Сын Просто Сволочь Да еще Этот Папаша Просто дебил Какой-то Старорежимный Ретров Это который Еще член комитета По международным делам Ну да Он по международным делам А его сынок Глобуса мне В глаз Ой Ну-ка Дайте ко мне Глобус Пожалуйста Ай-яй-яй Дмитрий Макарович А еще Учитель географии Стыдно Коллега Что стыдно А ведь Товарищ Ретров Совершенно прав Видите На глобусе Вмятина осталась Это же США Действительно Во всем Виновата Америка Точно В соответствии С мнением Товарища Ретрова И тут Без нее не обошлось Борис Анатольевич В чего Это серьезно Ну Хорошо Если быть Предельно честным Исключительно Объективным И абсолютно Точным То В данном случае Виновата Не только Америка Но еще и Север Мексики Вот тут тоже Вмятина Где Вот Там Там Мексика Извините Я На секундочку Вас отвлеку Я тут Под настроение Решил мозги Размять Кроссбордик Разгадать Не поможете Я заметил Человек с фурдицией А на работе У вас Что Мозги не разминаются Ну На работе Я все время Думаю О народе Восемь часов В день Думаю Ну Хоть выходной Это мозги Размять надо Да Ну Что там за вопрос Вопрос Овощ От которого Хочется плакать Лук не подходит Хрен не подходит Девять букв От которого Хочется плакать Угу Картофель Картофель Угу Подходит А почему Этот картофель Хочется плакать Так а Потому что он уже По 50 рублей килограмм По рынку Вообще Без слез уже Ходить невозможно Пожалуйста Грибочки Покупаем Что это у вас Ну грибочки у нас Вот сушеные Вот у Любы есть Соленые Там маринованные Покупайте Да я вижу Что это В базе Диомицеты Если видите Покупайте Я между прочим Доцент университета Очень приятно А я Валя Моя подруга Люба Мне тут с вами Любезничать некогда Все 5 минут до лекции осталось Меня студенты ждут Ну Если торопитесь Так быстренько И покупайте Грибочки наши А может они Неседобные Или даже Токсичные Ну хорошие грибы Сами едим Ну что вы такое говорите Сами собираем Сами кушаем Ну что вы У меня сейчас Как раз лекция Про грибы Может взять Для примера Конечно взять Ну конечно Ну я же вам говорю Хорошие грибы Сами кушаем А вдруг они Галлюцигенные Ну Ну то есть вызывают Галлюцинации Ну какие галлюцинации Ну сами же мы их кушаем Ничего Все здоровы Уходи Ты понимаешь Сейчас нам студенты Толпой побегут Я принцессу Элвин Я извиняюсь А можно вам вопросик задать Пожалуйста А вот как вам Вот этот участок достался Я просто помню Что здесь же был заповедник Как сказать Принадлежало Всему народу Как говорится Ну как Это еще давно было В девяностые Всем нам в то время досталось Ой А мне досталось Только вот это вот Я тогда еще Совсем мелким чиновником был Ой бедные вы Бедные бедные Ну да А ведь сказочные времена были Сказочные Это ж можно было же Ух Можно было все нарезать Все приватизировать По принципу было ваше Стало наше Не ну получилось то как раз наоборот Было наше А стало ваше И без всяких принципов Я извиняюсь Сказка о царевне несмеянии И естественном отборе Много принцев Много принцев Предлагали царевне Несмеяни Руку и сердце А отдавали Голову Ну а дальше Значит закончили они танцевать И пошли жениться Я так понимаю Что у вас все В общем Дальше уже не так смешно Но мы И до этого не так Чтобы Обсвиялись Трягая Отружите ему голову Стойте 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 Встань пожалуйста Что это такое Ну что это такое Ну двенадцатому принцу Уже голову рубите Так положено ведь Просто не рассмеялась А чему смеяться то Что то смешного Сколько принцев то вы уже Жизни лишили Сколько головушек Да молодецких С плечи то покатилась Как так можно вообще Доченька А что же делать Положено Голову рубить Положено голову рубить Положено голову рубить У него Вы папаша знаете Вы Вы тупой Средневековый Деспот Извините Господи А по церкви дном так А как А как Только и знаете что Секирами махать И голову рубить Ну так скажешь Смертная Мухи Дохнут От скуки Смотреть Вот как эти головы Летят А можно как то Вот Ну не гнать Картину что ли Можно же как то Как то вот Я не знаю Ну просто фантазирую Иголочки Под ногти ему загнать Можно же Под большие ногти Большие иголочки А под маленькие Маленькие А Ну тут столько вариантов Можно же в конце концов Просто Слушай Слушай Принц Я сейчас Себе это представил Это ужас Вот уже смешно Или можно взять И снять с него кожу Нельзя Можно Я говорю Можно Вот так взять Ножечко Вот прям у тебя под шапкой Подрезать вот так на лбу кожу И вниз Вниз Ее так вот тянуть Наматывать Вниз 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 И уже с пятой щек Опа Дернул И все И он без кожи Уже смешно Ну смешно Ну это смешно Это действительно смешно Вот Или взять кувалдочку И суставчики ему Размозить Причем не так или сразу Хрят А потихоньку А потом можно сварить его Во фритюре В масле по-вашему Что я все Говорю Говорю Я лучше покажу Сейчас О господи Нет 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 Страшно Рубите ему голову Скорее Рубите мне голову Попаляю голову А-а-а 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 Ай Ай А-а-а Тут мне кажется Что у вас Сегодня настроение Не очень Правда? Правда Правда Не очень У нас сегодня настроение Потому что Старел он там Вот Молотком Калас-матчу А сам все время Думаю Телки-пакис Сколько я этих Дач тут Перестрою по субботам, воскресеньям. А себя даже на какую-то самую маленькую, на какую-нибудь хибару, на развалюху какую-то никак не накоплю. Ну, никак. Ну, это, как говорится, кто на что учился. Я же все-таки государственный чиновник. Пусть и не очень высокого ранга, но чиновник. А почему вы только по выходным дачи строите? Да это же я подрабатываю. А так по основной работе я тоже чиновник. Вы? Такого не может быть. Может, может. Ну, правда, очень редко. Но может. И зарплата у меня не меньше вашей. Но на нее ж дачу, тем более, вот в таком месте никогда не построишь. Правда ведь? Ну, есть же и другие возможности. Другие варианты. Вы меня понимаете? О, это я прекрасно понимаю. Это я понимаю. Именно поэтому зарабатываю своими руками. О! И меня мой старый шеф учил. Зарабатывай своими руками. Ну, мудрый, значит, был человек. Да, вы правы. Так и говорил. Зарабатывай своими руками. Но при этом никогда не оставляй отпечатки пальцев, намеченных купюров. Очень мудрый человек. ПОСЛЕСЛОВЬЕ Ай, красота. Здрасте, Олег Гаврилович. А, Сенечка, здравствуй. А что это вы такой радостный? О! Закончил наконец-то строительство коттеджика моего. Лялечка, а? Сегодня вечером новоселье. Душа поет. Ха-ха-ха. А-а-а. Только я на вашем месте так бы не радовался. Почему, Сень? Ну, да потому что времена-то сейчас какие. Какие времена, Сеня? Нормальные времена. Наши времена. Выбор сделан. Курс на стабильность. Мне бы еще годник продержаться. В любой момент могут прийти и спросить, откуда такое богатство у скромного чиновника. На какие-то, так сказать, шиши. Сеня, ну кто ко мне придет? Кто сюда вообще? Кто меня спросит? А то вы не знаете. Да и с налоговой, и с прокуратурой. Заведут дело и в суд. Че ты, вот че ты меня каркаешь? Ну, че ты каркаешь? Че ты они ко мне вдруг придут? А они не вдруг. Ой, вы что, не в курсе? Вон тот, как это все видите, купил начальник налоговый. Вон тот домик, прокурор. А вон тот, только даже виллу. Вообще судья. Вот они прямо сегодня к вам на новоселье и придут. А вы радуетесь. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин